В эфире программа «Навина региона» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, у ГТМ выпуску глядите. У господарках в области убрана пятая частка колоссовых у лидерах по урожайности Шкловский район. За тыдень ахвярами воды у Могилёвской области стали девять человек, двое из них неполногодовые. Юбилей книга друкования и трехсотгодзе дня народжения Георгия Канинского отзначали у Могилёве. У господарках в области убрана пятая частка колоссовых у обл. сельхосхарча поведомили урожайность селита высшей за летошнюю на 2 центнера. На раннице у сёма гажнивня в Могилёвской области намолочено амаль 240 тысяч тонн при урожайности 34 центнера с гектара. У лидерах Шкловский район тут сбирают по 52,5 центнера. Взаимыдуть круглянские и городские, больш площадь убрана у Кировским и Бабруйским районах в 40,38% отповедна. У обкоме профсоюза работников агропромыслового комплекса удокладнили у Могилёвской области 14 экипажей комбайнеров, які намолотили тысячу и больше тонн зерня и 26 водителев тысячников. Экипаж комбайнера у Владимира Шапелевича лидеры жнива не только у СВК гигант. Сёлита яны першими у Бабруйском районе намолотили тысячу тонн сборжа. В том году две было, два года назад три было. Ну, малоцем потихоньку. Лексион 770. Пока не подводила. Во втором сезоне она им работает, пока вопросов нет. Конечно, удобнее, что в кабине клеммон-контроль стоять уже много чего значит. И так всё под рукой сделано для механизатора. Жниво у гиганта распочалось и на проконцы липеня. Что дня намолочивает до 600 тонн. Две сушилки КЗС-30 на газу круглосуточно работают. Значит, на такую проблем нету, чтобы лежало больше суток. По сути дела с поля уходит хлеб кондиционный. Там 1-2% это снимается только вентиляторами. Поэтому мы экономим на том, чтобы меньше использовать теплоносителя газа. По словах керувника господарки Михаила Левакова, поспех любой справы залежит от належного подыхода до организации процессу. Всё зависит от людей, от подготовки механизаторов, специалистов, от готовности. Ну и, конечно, ресурсы должны быть для того, чтобы всё это осуществить. Значит, мы думаем об этом не тогда, когда надо выезжать, а всё заранее планируем. Не допустить надзвычайных сдарыньев на уборочной – такая задача поставлена перед выратовальниками в области. Инспекторы МНС контролюют выполнение правил пожарной безопасности. С проверками и инструктажами они накировались у господарки в области. На что они звертают увагу аграриям? За проверками выратовальников назирали наши корреспонденты. Мы посмотрим, как ваша техника готова, как люди готовы, знания, инструктажи. Люди уже готовы. Уже, кажется, уборочная началась у нас. Вчера убирали ячмень. Тый день уборочный. У господарцев вендоров всем комбайнов просуют у поля. Их обовязково супровожают пожарные машины и трактор с бочкой воды. Техника, кажуть, Пакуль не подводила. Вы знаете, Бог обнахил нас. Единственное, нужно было только, когда помыться. А не когда жарко, допустим, обмыть комбайны, вечером обмыть. А так, чтобы попробовать назначение, мы пока не использовали. Но уборочный важно не только собрать уроджай, але и технику захавать. Сгодно правилам пожарной безопасности, на каждом комбайне повинно быть минимум два огнетушителя. Бо г этой технице працывать доводится годин по 12, дырче у спякоту. Сколько тут у вас на нем огнетушителей? Два. Какие? П-8. Ага. Ну, покажите, пожалуйста. Расскажите, как пользоваться им. Алексей Майурников на уборочной працует первый год. Ей он представник молодежного экипажа. Рапс закончили лежать. Сегодня на зерновой, если погода будет, поедем. Так рапс убирали. Сегодня цепляли приставки, цепляем на зерновой и готовимся. Так нормально все. Работаем. Инструктаж по правилах пожарной безопасности воротовальники ладить у кожных господарцев. Вось и у Вангард заехали провести гутерку. На мих дворах, у поле, задачи воротовальников не допустить надзвучанных здареньев. Давайте мы посмотрим ваш пожарный щит, готовность вашего комплекса. С точки зрения пожарной безопасности. Ведра отрамонтовать, песок замянить. У пытаниях и безпеки дробязев не бывают, кажутся воротовальники. Меть в огнетушитель гэта добра. Головные, каб умели им корыстаться. Выдирающику сначала встряхнуть, получи всего. Зачем? Чтоб, ну, встряхнуть. А если упадет, когда будете встряхивать? Ну и что с ним случится? Ну, встряхивать огнетушитель не обязательно. Это уже не тех огнетушителей, которые выпускались много лет назад, которые надо было встряхивать. Как показали наши проверки, они все обеспечены. Проведены инструктажи уже две недели назад со всеми занятыми на уборке. Как на комбайнах, так и на зерноуборочных комплексах. Также и на отвозке зерноводителей подвижного состава. Ну и самое важное, конечно же, сегодня обеспечение водоподающей техники. Рейдовые проверки, инструктажи и гутерки. Контроль за выполнением правил пожарной безопасности на уборочной для выротовальников задача першочарговой важности. Кажут, главное, как горячая пара для аграриев была горячей только у пероносном сенсии этого слова. Наталья Ильинч, Александр Артемьев, Новина региона. В Мстиславском районе у Рацевихра потанула 14-годовая школьница. По информации выротовальников, она пасвила корову, а потом вырошила покупаться. Однако место для гутерга, по словах, выротовальников не было простосовано для отпочинку каля воды. Каля вёцкий Кондратовск так само у Рацевихра потанул 16-годовый хлопец зня свижу. И он купался разом с 8-годовой сестрой. У воду дети зашли у двоих. Калі хлопцу стала дрэнна, он хатіў чапіцца за сястру, а летая паспела отплыть. Садна раки падлетка паднялі водолазы. Яшчы адна трагедая на воде адбылась ў Дрыбінскім районе. У болоті побач звёздка і пудовня потанула 16-годовая дзяўчына. У вогулі за минулый тыдень у Могилёвской в області потанулі 11 чалавек. Дай інших тым. Шостага ажніўня ўступіў ўсіла ўказ номер 240 абдзяржаны патрымцы грамадзян при будаўністві жылых памяшканіў. У дадаток да існуючай системы крадытавання ўводіцца нова віддзяш патрымкі адрасная субсідірованні. І ў бляжайшы час будзе скарэкцірована нормативная база, якая дапамагаў ў реалізаціў документа. Новы механізм, гавурыць спэціалісты, дазволіць пашырыць абйомы крадытавання. Боўш за 30 тыс. метру квадратных жыля з патрымка дзяржавы плануюць пабудаваць ў області да канца года. Па статыстыцы, на перше студене 2017-га ў регіюні зарегістравана 62 809 грамадзян, які маюць патрыбу ў паляпшэні жылёвых умов. Аднак трэба разумець, права на дзяржавную субсіду ў приватнасті маюць шмадзетныя, маладэя сім'і, деці-сіроты. У вугулі за кошт розных крыніц фінансавання ў тым ліку і дольщыка ў в області плануюцца ўзвесьць 280 тыс. квадратных метров жыля. З їх арэнднага 8 тыс. гэта кватыры ў Могилёві і Бабруйску, а таксама ў Горках, Мстіславі і Могилёвскім районі. Па інформація абласного комітэта па архітектуры і будавніцтві технічных ресурсав хапае. Напрыклад, Могилёвскі домабудавнічы комбінат прайшоў модернізацію і гатовы ўзводзіць ў обласным центры навад высоткі ў 25 па верхаў. Железобетонные ізделі, которые выпускаюцца на обарудувані, которое прошло модернізацію, реконструкцію. То есть на сьогоднішній дзень ў нас ўже гатовы архітектурныя і конструктивныя чертяжі. Мы работаем совместно с Минскім інститутом Нептіс жилища і к сентябрю місяцу ў нас ўже будут гатовы праекты со всей інженерією і даже, я думаю, што с експертизой. Боская літургія, малебіны і хрэсны хоту. Могилёве адзнашли трохсот годзі зня нараджэні Георгія Каніськага. Святітель Могилёвскі з'являецца адным з найбольш шанованых беларускіх святых. У святі ўонар гэтага выбітнага чалавека прынялі ўдел митрополіт Павел, архіепискапы беларускай православной царквы святарыз Расії і Украіны. Юбілей кніга адрукавані адзнашли ў Могилёве 500 годз тому Франциск Скарына выдав першую книгу «Псалтыр». Гэтая дата не просто вайшла ў гістору, а стала пачаткам новой эпохи ў кніжным вдавецтві. Біблія полацкага доктора на беларускай мове стала першым друкаваным выданням для ўсходніх славян. Яна вышла ранейчым англійські і французкі пераклады амальна 50 год. З нагода ўбілея ў кастёле святого Станіслава адбылася меса. Па час яе правядзенью дзенікі адзначылі, што для Франциска Скарыны не було першы-чарговым просто надрукаваць книгу і стаць першадрукаром. «Для яго самым галовным было написаць Божая Слова, перадаць Божая Слова назразумелай звычайным людзям беларускай мові таго часу. Наша краіна так сама, шматлікія, выказвані святого Пісання узяло як права для нашай дзержавы і гэта дало вялікіею развіццё як духовная, так і матыріальны для нашай бацькаўшыны». Усе новини про життё в области на сайте tvrmogilov.by. Ну а я з вами развитываюся. До зустрічі! Дякую за перегляд!